Дипломаты сегодня делали то, что возможно в их силах. И то, что сейчас у нас будет очередной этап перемирия, его нужно эффективно использовать для дальнейшего вооружения Украины. Для эффективного использования тех 90 миллиардов гривен, которые выделила Верховная Рада в 2015 год на нашу армию, для его обороны, чтобы ни одна копейка не была разворована. Путин ставил совершенно другие цели. Он хотел вести переговоры сегодня в Минске, когда боевые негодяи стояли в Славянске и Краматорске, а в Луганской области, чтобы было захвачено счастье, был захвачен Рубежный, Лисичанск и Северодонецк. Мы знаем эти планы. Захарченко их объявлял публично, что мы хотим выйти за границу. Вот 10 февраля был план полностью выйти на границу Донецкой и Луганской области. И я хочу сказать, что именно благодаря тем героям, которые сейчас в окопах гибли, ранились, погибали за Украину, мы сделали возможным то, что Путин дальше не прошел. И мы сделали возможным то, что Путин вылез из своей нары в Кремле и приехал на эти переговоры. Он бы никогда на них не приехал, если бы не увидел, что все настолько плохо. Поэтому слава нашим украинским воинам, которые обеспечили такой результат.